Всем привет, с вами Катя. Вы, должно быть, думаете, сейчас опять будет книг про то, что лето заканчивается, скоро сентябрь, и в какой-то части... Вы правы. Я бы хотела рассказать, что я делала за это лето, кроме того, что я поехала на море. Во-первых, я посмотрела некоторые сериалы, которые раньше не смотрела. Дени, на, серьезно! Я посмотрела во все тяжкие. Сериал реально крутой, если вы не смотрели, посмотрите. Также я подсела на сериал, который тоже очень всем известный. Мы все его уже давным-давно посмотрели, а я такой лох, который ничего не смотрел. Это Доктор Хаус. И сейчас его немножко забросила, потому что мне нашли, как бы мне посоветовали. Сериал Сплетница называется, он тоже уже давным-давно закончился, но, ё-моё, почему я его раньше не смотрела? Хотя, по какой-то мере, я рада, потому что я его раньше не смотрела. Есть целых три сезона впереди, потому что три сезона я уже посмотрела, и сейчас я уже просто в шоке. И как раз из-за этого я больше всего... У меня просто это, мозг немножко о другом думает, как раз об этом в сериале. И да, конечно, мне немножко обидно то, что лето заканчивается, но больше всего мне обидно то, что Чак будет встречаться с Евой. А я не хочу этого. Там у нас вот такой пост, где было написано, что Чак и Ела, это ещё какая-то девушка, я не очень не нашла, они будут вместе. И получается, это то, что Чак и Блэр расстанутся. Хотя я знаю, что у меня... Ну, хотя я знаю, что в конце концов они поженятся, но мне не нравится. Я хочу, чтобы у них все было идея. Я искренне радуюсь за них, когда они вместе. Хотя, по-честному, мне самой нравится Чак. И вообще за это лето я много свадьб планирую. Первая свадьба у меня была с Томом Холдомом, я планировала выйти за него замуж. Вторая свадьба с Эдом Бествиком играет Чака. Вы меня простите за мой этот такой наплыв энергии, просто я давно видео не снимала. Имеется в виду такого формата. Очень, 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 очень мне понравился сериал, и я не хочу ни о чём другом говорить. Но надо, потому что кто не смотрел, как бы там вообще пофиг, что там. Поэтому меня простите, давайте забьём на эту тему. И да, за это лето я посмотрела Гарри Поттера. Также я немножечко почитала Гарри Поттера и Проклятое Дитя, на русском, там, в группах переводят. И что-то я недовольна. Итак, я только сейчас заметила, что у меня камера под наклоном. Я немножко изменилась за лето, да? Я вообще надеюсь, что я изменилась в лучшую сторону, потому что я правда хочу меняться, хочу как-то, наверное, меняться. Но мне кажется, я каким-то дебилом была, такими осталось. Может, немножко выросла в плане роста. Также я хочу записаться на танцы в скором времени. Какой-то жёлтый. Ладно, пофиг. Освещение у меня, конечно, я в этот раз чё-то забыла ещё про лампочки. Ну, простите, после отпуска. И да, я сняла ещё один влог, третий влог, но из-за плохого интернета на Пите я не смогла его выложить. Сейчас я, может быть, его выложу, но не факт. Потому что, знаете, когда смотришь старые видео, типа, о, господи, как это было круто! И просто хочется немножечко поплавить. Скоро сентябрь. А значит, я, скорее всего, сниму скоро Back to School. И да, мой английский за это лето немножечко поднялся. Говорю, я не в адеквате сегодня. Я вообще всё лето не в адеквате. Весь июль-август. Да. И, наверное, сентября тоже будут не в адеквате. И все одноклассники будут просто на меня смотреть, типа, чё с Катей произошло? А я скажу, что я нашла новый сериал, и я просто как наркоманка от него. У меня просто зависимость такая от него пошла, что просто... Меня трясило всё, типа, надо посмотреть сплетницу. И уже понимаю, что уже, блин, 4 утра, скоро сентябрь. Надо режим сна немножко восстанавливать. А я такая, ещё одну серию. Я надеюсь, что этот учебный год будет полный интриг и тайм. Потому что после сериала «Сплетница» мне хочется сразу каких-то отношений, тайм, 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 тайм. Погода обещала грозу. Где гроза? Где гром? Где дождь? Просто на кризис я попала под дождь один раз. И для меня это была такая радость, потому что я так скучала под дождю. И вот я хотела, ну, и слышала то, что в Москве дождь всё время. И вот приезжаешь в Москву, а дождя нет. Ну, хотя бы серое небо. Я по серому небу очень сильно скучала. И, да, в скорое время я сниму обязательно покупки мои. Я очень много чего купила. Просто одна рука. Я сейчас по всём новым, понимаете? Я даже книгу купила, прикиньте. А, да, я ещё читала «Beautiful Creatures» на английском языке в оригинале. Я когда читала, чувствовала себя такой, типа, я знаю английский. Ещё у меня уже, походу, дело начался тот возраст, когда я хочу себе парня. Я имею в виду, я хочу вот эту всё романтику, цветы, вот эту ванильку хочется. Я не тот человек, я вообще не та девушка, которая... Девушка. Пипец, блин, мне 13. Чё ты там всем балаболи, балаболи, тян. Чё ты там про себя там разговариваешь? Я вообще не тот человек, который любит всю эту ванильную хрень. Я не люблю эту ванильку всю, но в глубине души я очень хочу, чтобы мне подворота там, это... Позвонили в дверь, я открыла дверь, там стоял парень с цветами, с конфетами, хотя конфет не люблю. Или с Макдаком, тоже неплохо. Вот что я бы говорил, я тебе люблю, там это наносил на руках, дарил всякие подарки, свидания, там всякие... Вообще за это лето много любовных историй произошло. Во-первых, мне признали с любви. Во-вторых, я призналась. Я просто подняла одну вид такую вещь, ну, пасек что подумает, как бы. Я просто в последнее время начала не особо запариваться над чужим мнением, и вам не советую. Как бы не надо там, конечно, голышом ходить по улице. Я имею в виду то, что, ну, если вы любите человека, ну, если он вам нравится, то почему бы не сказать ему об этом? Да, может быть, когда вы будете разговаривать, будет некая неловкость, но зато вы узнаете правду, не будете мучить себя, нервы свои, вот это всё. Да, конечно, будет немного страшно, но что? 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 Что может такого криминального произойти? Ну, будет у вас, между вами, неловкость, если... Ну, в принципе, неловкость будет, вне зависимости от того, что он скажет. Да, может быть, вы, если вы были друзьями, вы не будете больше друзьями. Это со временем пройдёт, это вся неловкость, так что не переживай, не все муки-туки. Если это не взаимно, то... Ну, не взаимно. То вы будете знать, что не надо морочить свои нервы, там, ещё что-то. Если это не взаимно, может быть, вы начнёте исправлять себя, запишите на танцы, как сделала я, начнёте заниматься спортом, начнёте объективно на себя смотреть, можете увидеть свои минусы и попытайтесь изменить их. Это, как бы, мой личный опыт. Конечно, я не менее 62, чтобы выделиться своими мудростями, но я уже кое-чему научилась. И надеюсь, что в этом году парни помнеют. Я узнала, что некоторые мои друзья смотрят на меня. Я вообще думала, что из-за этих пластиков меня смотрят только подруги, и то, типа, ну, ты же моя подруга из той серии. И то, может, просто подписаться и забыть. Ютуб — это моё хобби, в какой-то мере моя работа, потому что я, наконец-то, подключила партнёрку, но пока я заработала 0 рублей. И да, деньги мне, конечно, не буду врать, они важны. Они... ну, деньги — это деньги. Я думала, что в школе, ну, просто зная, что у меня есть канал на Ютубе, и всем пофиг. Мне ещё кажется, что на меня всем пофиг. Может, это подростковые, охренеть, гормоны, все дела. Когда мне говорят кто-то из друзей, или просто из знакомых, кто-то из меня классно говорит, типа, я тебя смотрю, типа, мне нравится твоё видео, или просто прикалываться, издеваться. Даже когда издевается надо мной, типа, ха-ха-ха, ты в CSGO не умеешь играть. А хотя я ему это не говорила, что я снимала в сплэн на CSGO, или в ИК, или ещё кому-то. Просто я как бы с ним, ты смотрел моё видео, охренеть, я не умею играть в CSGO, но ты смотрел моё видео, охренеть. У меня самооценка сразу повышается, как до небес. Я сразу чувствую себя уверенней. Так что смотрите меня, да. Я уже заговорилась, я уже 30 минут болтаю. Ну, конечно, монтаж-то будет меньше, но всё равно. Так что всем спасибо за просмотр, я вас очень сильно люблю, и помните, что не надо бояться чужого мнения. У вас есть своё, и я смотрю исправницу. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Это блогер Очень долго Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok